всем большой привет рада вас приветствовать у себя на канале сегодня хочу поделиться с вами большим сюрпризом который произошел в моей жизни ко мне пришла посылка от моей подписчицы моей подруги уже можно сказать так и не хочется с вами поделиться этим сюрпризом к сожалению моя фея пожелала остаться пожелала чтобы я не открывал ее имя но я не могу не поделиться с вами всем этим сюрпризом всеми этими подарками они очень-очень тщательно подобраны я была удивлена но самое приятное самое важное для меня находилась вот в этом в этой красивой открытки это письмо с теплыми словами с прекрасными пожеланиями и я так растрогалась когда читал это письмо никогда не получала такого письма нет кого и вот так получите от человека который находится на большом расстоянии от меня это было очень-очень приятно сохранила всех все письмо конечно это для меня дорогого стоит больше чем все-все-все наборы и открыточка вот такая вот очень яркая позитивная люблю ромашки люблю васильки вот эту полевую красоту простую обожаю и так моя фея моя крестная фея волшебница действительно подбирала очень тщательно не подарок все наборы и я хочу вам показать и рассказать ну вот как я их взяла так они мне лежали так ей буду вам показывать без выборов очередности это наборчик парна оберег сердечко у меня есть несколько оберегов один вышит один в ожидании и вот это еще один не очень очень понравилась серия оберегов от панны дизайнер здесь наталья младецкая казалось бы одной меланжевой ниточкой но получается очень стильно и при удачном оформлении эта картина знаете выглядит просто просто шикарно обязательно вышью этот дизайн у меня есть даже стена где я размещаю буду размещать мои вот такие дизайны пока там только две картины но еще в планах вышить вот уже получается 3 и посмотрите сколько здесь не так здесь ниточки в моточках здесь шесть моточках если это целые моточки я погляну вот так да мне кажется это целые моточки 6 вот таких моточков мне так остается тоже очень очень много поэтому можно будет вышивать еще какие-то маленькие игольницы и какие-то дизайны и канала здесь молочного цвета какой размер канвы 14 наверное пока не вижу к я не видела такого размера но по-моему 14 смотрю вот такой ко мне пришел оберег дальше посмотрите какой шикарный тоже наборчик сделай своими руками ключ мудрости вот такая вот серьезная серьезная солнышко держит ключ свет на ключе хранительница можно будет сделать ключ не все как мне предложила моя фея вот здесь ниточки мулины и черная канва на черной канве всегда вышивка смотрится очень эффектно схема сделать своими руками очень крупная цвета символьная я люблю такую схему по ней вышивать очень очень легко и возможно это сова присоединится также в совместный проект такие разные совы я одну же там вышиваю картину но у меня очень большая и сложная но если будет возможность я вышью и вот эту сову в этом совместном проекте если нет выше потом просто отдельно и и обязательно ее как нибудь интересно оформлено класс а вот посмотрите это техника лонгстич журабель я давно хотела тоже попробовать технику лонгстич есть интересные картины но у нас в основном представлены небольшие дизайны да вот в плане как бы тренировочных маленьких и это очень очень хорошо красивые здесь сюжет вышиваются такие дизайны и как мне кажется на ура потому что ну здесь идет зашивка такими большими стежками главное идти следовать схеме и вышивать правильно здесь по-моему у нас канва мятного цвета вот здесь такая упаковка здесь не видно с обратной стороны такого цвета идет канва и нитки ну вот я вижу на отшиве это такого мятного цвета красивого канва очень интересно обязательно вышью попробую эту технику класс вот девочки ну это просто супер меня есть три набора от панны это подушки стихии я купила все три а вот четвертого вот этого не было потому что он снят с производства я не знаю где нашла моя фея этот набор мне писала что она действительно за ним охотилась и нашла потом в каком-то магазине оффлайн я вообще счастлива то есть у меня да у меня была схема скачанная все но естественно всегда приятнее вышивать по набору и надо мне поставить уже план отшивая отшить эти подушки я от них балдею подушки будут большие по моему 45 на 45 сантиметров я еще им дам пространство что они были 50 на 50 люблю такие большие подушки оформлять буду вот так как указано сделаю сверху такой кант и будет такая белая подушка все стихии яркая красивая я не знаю увидели вы здесь девушку или нет а вот она посмотрите вот она сидит голова вот тело вот ножка у нее так пошла я сначала не поняла что здесь есть кто-то я и сюжет этот не не поняла смотрела смотрела думаю волны ну гора ну там вода ну где здесь персонаж а потом увидела ну вот же она с прекрасными рыжими волосами сидит под яблонькой в красивом длинном платье замечательный сюжет ура 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 у меня коллекция просто счастье спасибо люблю целую благодарна очень-очень и такой еще набор это вообще я когда его увидела у меня пропал до до речи я была в шоке честно вам скажу просто в шоке это наборчик джанлин как вы видите тоже очень давно смотрела на этот дизайн он продается в глупах когда его можно встретить на он исчезает и я знаете вот как вот кот вокруг сметаны ходила вокруг него ходила себе даже сделано страничке вконтакте такую отметку на этот дизайн чтобы как бы не забыть где он продается я очень люблю птиц я люблю сюжеты с гнездами с кормушками с кворечниками и вообще люблю много-много таких разных птичек а этот сюжет мне понравился дизайн тем что здесь представлены четыре сезона в одной картине и представлены разные птички по-разному очень красивая разработка просто шикарная прям свеженькие свеженькие ниточки посмотрите какие хорошие моя фея просила сделать на этот наборчик обзор чтобы мы открыли вы посмотрели комплектацию с удовольствием открою потому что сама очень-очень интересно сейчас только покажу вам еще одну вещь которую мне прислала фея это отрез большой отрез кусок канвы канвы извините линды 27 цвайгарта беленькая мне кажется что это предусмотрительно идет к этому набору потому что здесь идет канва и сюжет не полная зашивка поэтому нужно вышивать на линде это будет очень нежно очень красивая работа размер написано 18 на 10 не может быть 18 на 10 инчий или что это сейчас будем разбираться вместе и так давайте сделаем обзор посмотрим этот набор немножко сейчас влекут потому что у меня включено освещение но я чуть позже сниму обложку и мы без обложки вот единственное что здесь есть на обложке хотела вам показать приклеена такая информация что где производит производится этот набор чек да в америке в нью-йорке подробный адрес так я сейчас сниму обложку чтобы нам не отсвечивали мы почитаем здесь всю информацию все равно немножко отсвечивает потому что обложка очень такая глянцевая хорошие поэтому есть блеск так будем смотреть значит вверху у нас указан номер этого набора и название я вам сейчас показываю по этому читать не буду вы уж смотрите логотип джин линь камера настроиться вот подскажу вам сюжет весна здесь у нас две птички гнездышко яички лето красивый скворечник в саду ягодки тоже разные птички там осень очень интересная кормушка она мне очень очень нравится такие здесь четыре желтенькие птички не знаю название птиц надо бы выучить а то птицы я люблю сюжеты с птицами люблю а название птиц не знаю надо почитать и вот такая зимняя птичка одинокая на заснеженной еловой веточке сидит слушать что-то вот на размер указан здесь 18 на 10 но для меня непонятно и ничьи что это также здесь идет логотип написано 2007 года дизайне так понимаю не особо английский не знаю поэтому немножко приходится угадывать а вот 14 каунт идет аиды написано нитки иголки все понятно и фэмили бизнес семейный бизнес получается снова на 1979 году если правильно перевожу сделано в америке окей хорошо посмотрели так ну и сразу я перевернула с обратной стороны где у нас находятся материалы самое самое интересное что всегда хочется взять в свои руки иголочка упакована стандартным типом так как у дименшинс тоже вот с полосочкой и давайте посмотрим что у нас здесь вот ниточки и канва вот таким образом уложены есть есть вот такие планшетки я кстати первый раз открываю набор джанрин у меня нет ни одного набора это первый и очень очень интересно планшетка сложена в двое плотная ну посмотрите ни одного обозначения вот это да ни одного ничего просто взяли планшетку навесили ниточки даже они не закреплены просто перекинуты ниточки как делает анкор в анкоре хотя бы номерочки есть здесь нет ничего и вот такой пучок ниток нитки нарезаны очень хорошо здесь средняя длина не длинные и не короткие прям идеальная длина мне кажется цветов много то есть вот так еще раз откроем посмотрим на взгляд два ряда получается да много цветов некоторые цвета по одной ниточке некоторых цветов очень очень много ну не очень очень много ну много а некоторые вот совсем их мало но солнышко то ходит то приходит немножко меняется освещение и камера перенастраивается пытаюсь ее поймать в хорошем ракурсе чтобы было что показать вам оттенки ниток вот посмотрите какие ниточки я всегда в обзорах люблю смотреть нитки такой пучок хочется его гладить класс 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 и очень хочу открыть поскорее канву посмотреть ну какой же на самом деле должен быть размер так канва без опознавательных знаков но на ощупь очень хорошая по типу цвайгорта может быть даже это не цвайгорт но она хорошего качества отрезка но и здесь большой я сейчас возьму метр и померю специально так сорок шесть на тридцать семь на тридцать восемь почти сорок шесть на тридцать восемь минус какие-то запасы ну пусть будет не знаю сорок на тридцать на вскидку потому что мы померили размер ткани какой дизайн размер дизайна почему-то я не нашла может быть будет дальше в инструкции вот отрез канвы очень хороший беленькая ну я уже сказала я этот дизайн буду вышивать на линде на комбине не буду вышивать хотя тоже ничего против не имею но мне кажется на линде будет намного нежней потому что видите очень много есть не зашитого места вот это все не зашивается вот шикарный 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 так здесь также картоночка для плотности пригодится на пинкипы и бобинки давайте посмотрим схему хочу показать вам дизайнера это написано здесь что левая часть дизайна вот он у нас расположен здесь ключ схема черно-белая пропечатано в общем то хорошо но мелко нет плохо видны разграничения клеточек 10 на 10 нужно будет от руки еще дочертить эти клеточки но это для меня потому что я такой товарищ запутаюсь на раз два три без клеточек цветов здесь много считать не буду сейчас много бэкстича также есть полукрест есть французские узелки и шов стрейнг стич не знаю что за шов это нужно будет читать разбираться вот он вот такой то есть это не бэкстич это другой шов но я английский плохо знаю поэтому нужно будет с переводчиком посидеть или может не переведет и еще здесь заметки какие-то обозначения что тут нам подсказки тоже нужно будет читать все здесь на английском так с другой стороны у нас правая сторона схемы точно так же с каждой стороны ключ и подсказка то есть получается схема у нас видите с двух сторон ну в принципе можно вышивать потому что здесь нет каких-то границ они эти сюжеты разграничены небольшой рамочкой поэтому проблем никаких нет вышел одну сторону перевернул вышел в другую сторону но проблем если бы это был дизайн который продолжается нужно было состыковывать тогда да нужно было бы делать копию и что у нас здесь здесь идет инструкция описание все на английском языке вот так показано как выполнять крестик полукрестик три четвертых креста французский узелок а вот он этот стрейч стич длинный стежок наверное да я так понимаю по логике по интуиции ну и тут что-то тоже нам указано написано что-то почитаем разберемся в принципе на первый взгляд небольшой дизайн и схема в общем-то несложная она мелковатая немножко вот я сейчас опять же смотрю есть три четвертые креста много разного бэкстича мелковатая для меня при том что какой-то бэкстич перекрывает значки вот эта серенькая такая линия нужно будет сидеть и честно вам сказать разбираться возможно я для себя сделал увеличенную копию или может быть буду раскрашивать значки чтобы все это вышить ну вот такое тоже посмотрите извините что пальцем ну так показываю вот намешано намешано значков и не меленькие и бэкстич сверху вот ну все можно вышить когда дизайн нравится а этот дизайн мне нравится очень-очень поэтому я найду решение или буду раскрашивать значки или просто увеличу схемку и вперед вот так посмотрели мы заодно и открыли посмотрели вот этот прекрасный сюжет от джанлин повторюсь это мой первый набор джанлин поэтому мне вдвойне вдвойне приятно еще раз хочу поблагодарить мою добрую фею рукодельную большой для меня сюрприз очень большой очень приятно и все эти наборы будут обязательно вышиты в свое время надеюсь вам было интересно мои зрители мои друзья подписчики интересно было посмотреть наборчики посмотреть обзор на этот набор я желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч моих видео пока пока